Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Чему сегодня будет посвящен очередной выпуск нашей программы? Сегодня мы с вами будем говорить о цветах. А почему о цветах? Потому что недавно со мной приключился такой небольшой случай. Я была в бассейне, и ко мне подплывает женщина и говорит «Здравствуйте, Наталья Викторовна!» Узнала меня в купальнике и в шапочке и говорит «Почему вы долго, давно не рассказывали нам ничего о цветах?» Дело в том, что у меня и пропал спотифилом «Женское счастье» цветок. Вот, пожалуйста, поделитесь опытом, и я думаю, действительно, пора поговорить о цветах. Тем более, что в последнее время мы рассказывали нашим дачникам, готовили их к началу дачного сезона, рассказывали о покупке семян, как правильно выбрать сорта, какие. А цветы как-то отставили в сторону. Маша, ну сейчас ведь весна, март месяц, а весна-то пора обновления. И наши комнатные цветы, они долго страдали, всю зиму страдали. От недостатка света, от пасмурных дней. И они находились в таком состоянии вегетативного покоя, скажем так. И сейчас они начинают активно трогаться в рост, поэтому нужно их пересаживать. Именно делать нужно это весной. Конечно. И хочу сказать, что пересадка весенней – это не дань моде, не какая-то традиция. Это необходимость. Потому что растения, ну, часть живой природы. Сейчас природа оживает. Вы видите, как начинают удлиняться дни, тепло, солнышко светит. В растениях начинают активизироваться процессы жизнедеятельности. Они начинают просыпаться, трогаться в рост. А когда пересаживать, как не в начале вот этого движения их? Вы представьте, в мае месяце, когда у вас растение будет на полную силу расти, давать побеги новые, листья, цвести, а вы его задумаете пересаживать. Пересадка, ведь это для растения всегда стресс. И лучше эту пересадку сделать в начале вот этого движения, в начале сокодвижения. Чтобы растение с меньшими потерями приобрело свою такую новую жизнь. Лучше начала адаптироваться корневая система. Ведь, согласитесь, за целый год от пересадки до пересадки почва уже успела истощиться. Растения уже наши выросли, корневая система выросла. Ну, скажем так, это все лирика, да, пробуждение, весна. Но есть и объективные причины для пересадки. Если вы видите, что ваше комнатное растение после полива очень быстро пересыхает, и вода сразу опускается в поддон, это говорит о том, что корни заполонили уже все почвенное пространство, они оплели субстрат и вытащили из него все питательные вещества. Значит, нужна пересадка. И когда вы видите, что из дренажного отверстия выходят корешки, корневая система, это тоже говорит, что растению тесно его нужно пересаживать. Часто бывает так, вот растет у вас комнатный цветок, но, как говорится, ни шатка, ни валка. Вроде бы и живой, активного роста нет, прироста нет. Это говорит, скорее всего, о том, что не очень хороший грунт был подобран, может быть, неправильно был подобран. Тогда, конечно, нужно пересадку сделать, поменять грунт, дать растению хорошую питательную почву. Или вы хотите весной, допустим, поменять, обновить интерьер, скажем так, в горшках, или разбился горшок, или какой-то скол на горшке, или вы надумали купить новые красивые горшки, конечно, тоже пересадка нужна. И когда вредители болезни, когда вы видите, что болеют растения, допустим, чувствуете, что корневая система в него плохо работает, значит, пересадка нужна. Это объективные причины для пересадки комнатных цветов весной. Наталья Викторовна, что необходимо подготовить в пересадке, и как правильно подобрать новый цветочный горшок? Как подобрать новый дом для цветка? Конечно, цветочный горшок – это очень важно. Но и для вас важно, потому что вы каждый день смотрите на горшки, какие они. И сейчас такой выбор огромный. В цветочном магазине заходишь, просто разбегаются глаза, не знаешь, что выбрать. И много и пластика, много и с глины. И споры, и много споров. И впечатление очень сложно. Да, кто-то считает… То ли гнаться за красотой, то ли за правильностью, но правильным материалом. Выбор, конечно, за нашими любителями цветов. Что им ближе и по душе, по карману, скажем так. Потому что, что касается глиняных горшков, да, многие отдают им предпочтение. Потому что глина – это натуральный продукт, скажем так, да, это органическое вещество. Надо помнить непокрытой глазурью. Да. Она пористая, она дышит. И когда растение у вас растет в глиняном горшке, у него лучше воздухообмен проходит. И они тяжелее. Вот это иногда очень удобно, что горшки тяжелые, а иногда это и не очень хорошо. Хорошо, когда вы, допустим, вывезли свои горшки с цветами на дачу. Ветер подул или какая-то непогода, они у вас в ней не упадут. Они прочные, тяжелые горшки, потяжелее намного. Но глиняные горшки, они тяжело смотрятся в кашпу в каком-нибудь подвесном из макрамы. Вы уже их не поставите на какую-то этажерку вертикальную, подставку, потому что они тяжелые. Глиняные разбиваются. Потом, раз они пористые, они быстрее охлаждаются. И зимой на подоконнике они холодные. И грунт у них остывает быстрее, потому что воздухообмен хороший. И соль выступает на них, потому что растения забирают влагу из горшка, а соль, которая есть в воде, она выходит через эти поры. И дорогие они. И еще один минус, который нужно обязательно отметить. Горшки покупайте гончарные. Они не обожженные, они не очень красивые. А обожженные, покрытые глазурью, покрытые какой-то краской, они плохие для пересадки растений. Мне подарили красивый горшок красный, покрытый глазурью, ручной работой. Я так была рада. Думаю, все, я пересажу свой кротон. У меня был, ну, у меня сейчас растет кротон, а у него, вы знаете, красивые прожилки на листьях. Я думаю, какое будет сочетание красивого кротона вот в этом горшке. И что вы думаете, мой кротон просидел ровно год в этом горшке, не дал никакого прироста. И я поняла, что корни не дышат в таком горшке. Пришлось его пересадить заново, а этот горшок использовать, вот этот покрытый глазурью, просто как кашпо. Горшок, растение в горшке, в другом, я просто поставила вот в этот красивый нарядный горшок. То есть не покупайте вот горшки, которые покрашены и покрыты глазурью. Так что, как видите, в глиняных горшках тоже много есть при покупке и плюсов, и минусов. А пластиковые горшки, они, конечно, намного дешевле. Это тоже большой плюс, конечно. И проще поменять. Проще поменять, проще помыть. Но они чаще и ломаются, трескаются. Там через год, через два смотришь, уже края у них начинают, трещины появляются, начинают пластмассы портиться от частого использования. Поэтому, конечно, выбор за вами. Решайте, что вам нужнее, что подходит к вашему интерьеру. И обязательно, когда покупаете горшок, не старайтесь купить большой горшок для вашего небольшого растения. Покупайте чуть больше предыдущего горшка, в котором у вас растет растение. Потому что это большая ошибка, когда маленькое растение, сажаем большой вазон на перспективу. И перспектива получается очень нехорошая, потому что растение не может охватить весь грунт, всю вот эту почву. Почва закисает, потому что мы ее поливаем. И растение очень плохо развивается. И обязательно перед тем, как вы будете сажать растение, вымойте эти горшки, какие они не были. Тем более, особенно если вы будете в старые свои горшки пересаживать. Обязательно их кипятком обдайте, промойте хорошенько. Можно на пару подержать, как мы банки с вами стерилизуем. Вот над паром подержите. А глиняные горшки хорошо перед посадкой замочите, чтобы хорошо глина пропиталась водой. Потому что если горшок новый глиняный вы купили и посадили растение, то очень быстро будет глина забирать влагу из грунта. Поэтому вот такой выбор горшков у нас решать вам. Наталья Викторовна, новый дом выбрали для цветка. Как правильно пересадить растение? Нужно все подготовить. И я знаю, что некоторые не пересаживают растение. Говорят, это такое трудоемкое дело, много нужно подготовить всего. Хочу сказать, пересаживаем растения молодые, маленькие, ежегодно. Если у вас большие меры, большие растения, их можно пересаживать не каждый год, а раз в 2-3 года. А сверху просто каждый год убирать почву сантиметра на 3-4 и подсыпать новый. А молоденькие, конечно, пересаживаем. Нужно все подготовить. Готовим горшок, готовим грунт, покупаем его питательный. И особенно если у вас растение плохо растет, значит нужно поменять почву. Подбирайте почву под именно под конкретно ваши растения. Потому что грунтов очень много. И для фиалок есть, и для цветочек, и для кактусов, и для бегоний. Посмотрите то, что вам нужно. Купите дренаж обязательно, эту мелкую гальку, чтобы у вас обязательно был дренаж. Это непременные условия. И что мы делаем? Подготовили все, начинаем пересаживать. Существует два способа пересадки. Собственно пересадка, когда вы растение пересаживаете и максимально очищаете корни от земли. Это если у вас растение заболело или плохой грунт, поэтому старый грунт нужно максимально от корней обобрать. Посмотреть на корни, где-то может быть подрезать гнилые, больные, пораженные. И пересадить растение в новый горшок. Это пересадка. А перевалка это когда мы просто растение со старого горшка, с небольшого, вытаскиваем аккуратно с комом земли, стараясь минимально повредить корни. И также его с этим комом земли, с корневой системой ставим в новый горшок. Это называется перевалка. Но обязательно, конечно, нужно в горшок положить дренаж, насыпать небольшой слой почвы. И только потом вот это растение, которое мы пересаживаем, перевалим, помещать вместе с комом земли в этот новый горшок. Перед пересадкой за день где-то пролейте свой цветок, чтобы не накануне это было, а чтобы хорошо пропитались корешки и чтобы ком земли, допустим, не разваливался у вас. Как бы вы или пересаживали, или переваливали, корни должны не травмироваться. Потому что будет сухая земля, она будет осыпаться, обрывать вот эти мелкие корешки, и растение от этого будет очень потом страдать. И вот мы с вами методом, допустим, чаще всего мы методом перевалки. Вытащили растение со старого горшка. Если оно плотно сидит в горшке, то можно ножом по краю горшка пройтись, чтобы немножечко корни отделить от стенок горшка. Перевернули растение с цветком вниз, вытащили с комом земли цветок и аккуратно поставили в новый горшок на тот грунт, который мы насыпали. И у вас получится, что по краям между комом земли и горшком будет пространство. Вот туда подсыпайте питательную почву ложкой или каким-нибудь еще предметом. Насыпали, хорошенечко ее уплотнили, обжали, и обязательно растение нужно пролить, чтобы вода прошла в поддон. Это будет говорить о том, что вошком земли смочился, и все, пересадка у нас закончена. Все-таки пересадка для растения – это стресс. Как мы дальше ухаживаем за комнатным цветком, чтобы привести его в чувство? Конечно, стресс. И пересадка, и перевалка, особенно пересадка для растения – это для растения стресс. И поэтому не старайтесь сразу после того, как вы пересадили растение, поставить его на подоконник, там, где оно у вас росло раньше. Ему сейчас не нужно ни солнечный свет лишний, ему бы постоять где-то недельку подальше от солнышка, где-то в таком полутемном месте, чтобы оно адаптировалось. Привыкло и к новому грунту, и к тому, что корешки мы немножечко его потревожили, и к новому месту жительства, к новому горшку. Поэтому где-то неделю мы его держим подальше от подоконника. Поливаем только по мере подсыхания верхнего слоя. А когда пройдет где-то неделя, можете ставить свой цветок в новом горшке, ставить на подоконник и ухаживать за ним, как обычно. И хочу сказать, что после пересадки, где-то месяца два, не кормите растения. Ведь мы же подсыпали новый грунт, питательный, там всего достаточно и макро, и микроэлементов. А вот месяца через два, когда и корни приживутся, заработают полную силу, вот тогда можно уже растения начинать подкармливать. Так что не забывайте, что весенняя пересадка цветов – это шанс им на новую жизнь. И давайте им этот шанс каждую весну. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки. Порядки». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова